В Крымской столице на главной площади собрались более 10 тысяч крымчан. Люди пришли с плакатами «Россия своих не бросает, Крым за референдум». Одна из них – Елена Одинцова. В руках у неё рисунок, на котором её 7-летняя дочь изобразила Крым и Россию как единую страну. Мой ребёнок нарисовал, что у нас в Крыму солнце светит, что она любит солнце, землю, земля зелёная, не такая, как в Киеве палёная. И она любит Россию, и мы должны быть вместе. Лариса пришла на митинг с полуторагодовалым сыном Мишей. Говорит, хочет, чтобы у него было достойное будущее. Хотим, чтобы разговаривали на русском, и страна была мирная, и Крым был русский, как он и был вначале, чтобы наши дети росли в мире. Перед собравшимися крымчанами выступили руководители автономии. Люди встречали их громкими аплодисментами. Спикер Верховного Совета Владимир Константинов говорит, на референдуме люди должны сделать правильный выбор. Тем более, что Российская Федерация готова принять автономию в свой состав. Наши братья, наш братский народ берёт нас в свой состав. Мы станем членами Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. Для этого нам надо прийти 16 числа на референдум и проголосовать так, как надо. А мы знаем, как надо. Как надо проголосовать? Россия! 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 Если бы вы ощутили ту радость, которая есть сегодня у руководства России, у меня сложилось мнение, что это не мы присоединяемся к России, это Россия присоединяется к нам. Крымчанам нельзя диктовать, как им жить и на каком языке говорить, заявляют в правительстве автономии. Это определяют сами жители полуострова на референдуме. Совместно мы выдержим все невзгоды, мы преодолеем все препятствия. Но мы восстановим историческую справедливость, когда крымчане сами могли принимать решение. Вместе с Россией построим наше будущее. Украинская власть любыми методами пытается запретить крымчанам самим решать судьбу своей земли. А это, считают в правительстве, недопустимо. Сегодня бандеровская власть в Киеве пугает нас, крымчан, отключениями света, отключениями воды. Но они забыли, что на территории Крыма два города-героя. Город-герой Севастополь и город-герой Керчь. Крымчан на колени поставить нельзя. Многотысячный митинг в очередной раз показал практически единодушное отношение крымчан к происходящим изменениям. Люди разных национальностей и вероисповеданий приходят с единой целью поддержать референдум и добиться для Крыма лучшего будущего. У нас в Крыму больше 200 национальностей. Я, например, Мари, родилась в Марийской республике, но всю жизнь прожила в Крыму. И здесь мои дети, моя семья, шесть внуков. И я хочу, чтобы они жили в мире, в покое. Я хочу, чтобы они были уверены в своем будущем, как мы. И поэтому очень важно, чтобы каждый житель Крыма пришел на референдум и сказал свое мнение. Я в четвертом поколении русская. Моя мама, мой отец покойный, его сейчас нет, царствие небесное. Мы все, он родом из Москвы, так что у меня русские корни, русская душа. Но ни в коем случае я не против украинцев, не против крымско-татарского населения. Я думаю, что сегодня самый радостный день у нас, у крымчан. Обстановка, атмосфера очень душевная. Люди сплочены. Нам надо срочно проголосовать все вместе и поставить один раз точку на это. Многотысячный митинг не потревожил покой крымской столицы. Городские кафе и магазины работали в штатном режиме. В городе не ввели запрет на продажу алкоголя, как это обычно делают во время других массовых мероприятий. Но любителей горячительных напитков в центре Симферополя все равно не было видно. Алкоголь продаете? Я же вам сказала, не продаю. Вот же пиво стоит. Пиво-то слабо алкогольное, а не алкогольное. Это разные вещи. А, то есть пиво можно? Пиво можно. А берут? Плохо берут. Сегодня не берут, да? И сегодня не берут, и вообще торговля очень упала. За порядком следят правоохранители и отряды самообороны. На подъездах к площади дежурят посты автоинспекции. Много ли ГАИ сегодня постов по городу? Согласно дислокации. Все вопросы, информационная дергая. Вахту несут и медики. Любому человеку могла быть оказана помощь, но она не понадобилась. Всё есть. Полностью всем обеспечен необходимым. Людей на площади с каждой минуты становилось всё больше, несмотря на закрытый для транспорта центр. Симферопольцы шли пешком, лишь бы выразить свою гражданскую позицию. Если взять причину, по какой перекрыт этот центр, то это, я думаю, не является каким-то неудобством. Главное, самое главное, чтобы мы были в России. Я хочу посмотреть, всё-таки это исторический момент, и прикоснуться вот в этот момент к истории. Я считаю, что это долг каждого. Мы хотим показать, что мы за Россию. Нас забрали в 54-м году, пусть нас вернут назад. Это наша родина, просто-напросто. Мы не хотим ни войны, ничего мы не хотим. Мы хотим, чтобы нас вернули на родину, всего лишь. Митинги в поддержку референдума прошли во всех районах автономии. Для жителей полуострова в рамках фестиваля «Крымская весна» выступили лучшие коллективы Крыма и России.